Здравствуйте! Мы очень рады вас приветствовать на нашем семинаре. Мы сегодня поговорим на достаточно сложную тему о детях, которым нужна какая-то особая поддержка. Сегодня у нас будет четыре докладчика. Анна Голубева, которая расскажет нам свою позицию со стороны родителей, и дальше мы послушаем Веру Осибрик из основной школы, которая расскажет нам общее видение директора школы на учебный процесс для детей, которым помощь нужна. Послушаем Наталью Бахир из Солдзинской гимназии из Нарва, Наталья – координатор ХЕФ обучения, и последний нам расскажет позицию психолога Анжелика Задерей из Центра Рай-Леди Вирумского. Меня зовут Анастасия Воронина, я работаю в ХИЦА, и сегодня я буду модерировать этот семинар. Мы видим все ваши вопросы. Вопросы можно задавать здесь в ОНД и кнопочка, куда вы можете писать вопросы. Если вы хотите в чат написать что-то, что увидим только мы, то вы выбираете функцию только для докладчиков. Если вы хотите, чтобы все увидели, тогда вы выбираете функцию для всех. Там обязательно нужно переключать. Так, я сейчас передаю слово Ане. Аня, пожалуйста. И тогда все остальные докладчики, мы выключаем микрофон. Добрый день. Сейчас, секундочку. Итак, я являюсь мамой особого ребенка, и моя презентация, это, наверное, именно тот самый взгляд изнутри, это то, как видит дистанционное обучение ребенка, которому нужна дополнительная поддержка, родитель, то, с чем сталкивается родитель каждый день. И я хочу начать свою презентацию, на самом деле, со слов благодарности, слов благодарности всем педагогам, всем координаторам детей с особыми потребностями в школах на местах, всем членам администрации, это заучи, это директора школ, и всем тем специалистам, которые поддерживают детей в центрах Рай и Леди, и всем этим спецпедагогам, психологам и логопедам. Большое вам спасибо за то, что вы уже делаете сейчас для наших детей, и не только именно в условиях дистанционного обучения, но делаете это и в обычное то время, когда наши дети нуждаются в большей поддержке, чем, так скажем, обычные дети. Я сразу же хочу сказать, что речь здесь пойдет именно о моем ребенке и о ситуации в моей семье, и я, наверное, хочу сказать, что есть дети, которые нуждаются в большей поддержке, и дети, которые нуждаются в меньшей поддержке, чем мой ребенок. Поэтому все, что буду описывать я, может быть, не может быть приложено к ситуации всех детей, которые попадают под особое внимание в школе, да. И также я хочу обязательно сказать, что, несмотря на все эти трудности, с которыми мы каждый день сталкиваемся в обучении ребенка, я очень горжусь своим сыном, и я по-настоящему счастливый родитель. И я ни о чем не жалею, я ни в коем случае не поменяла бы ситуацию, которая у меня есть с моим ребенком, на какую-либо другую ситуацию. Теперь давайте уже непосредственно к презентации, непосредственно к теме. Итак, как складываются наши реалии дистанционного обучения, в которые все мы оказались, начиная с марта, месяц, с 16 марта, с помедельника. Есть некоторые пункты, которые я для себя выделила, и я хочу начать с того, как выглядит наше дистанционное обучение. Я хочу начать со степени самостоятельности ученика. Мой сын учится в пятом классе. То есть если мы говорим о том, что обычный ребенок, наверное, сам самостоятельно зайдет в электронную школу, посмотрит то, какие у него есть задания, и начнет их выполнять. Возможно, начнет выберет для себя какую-то последовательность, может быть, распределить, что он делает сначала, что он делает потом. Так вот, с особым ребенком уже сам заход в электронную школу начинается с того, что мы садимся с ребенком вместе. Мы заходим и смотрим, что ему задано. То есть степень самостоятельности ученика уже совсем другая. То есть все начинается с того, что мы делаем это вместе. То есть я работаю из дома, то есть эта возможность у меня есть быть с ребенком вместе. И все то, что ребенок учится при моем непосредственном участии. То есть начиная от самого первого проверки заданий до того, как ребенок эти задания отсылает. То есть скажем так, что ребенок тратит, например, если мы делаем задания по 3-4 предметам в день, да, то есть, например, у нас это утренние часы, на это уходит где-то примерно 2 часа. Все эти 2 часа я непосредственно нахожусь рядом с ребенком. Это не означает, что ребенок не может, например, совсем справиться с учебной нагрузкой. Это означает, что ему необходимо мое постоянное присутствие. И здесь я хочу сказать о том, что это может быть в нашем случае как даже неспособность ребенка концентрировать свое внимание. Он просто будет постоянно отвлекаться. Я уверена, что есть и другие дети, которым это те дети, которые не могут отвлекаться, которые отвлекаются и на уроках, и не могут сконцентрировать свое внимание, которым постоянно нужно напоминать. А что мы сейчас делаем? А пожалуйста, посмотри на это. А пожалуйста, давай обратим внимание. Также это еще здесь есть и вопрос мотивации. То есть иногда, да, в зависимости от того, какое у ребенка настроение, что начинается с утра, да. Иногда есть такие дни, например, когда я вижу, что день не задался с самого утра. И, например, очень важно и в нашей ситуации, вот именно в такой день, во-первых, не упустить момент, когда ребенок максимально способен учиться. В нашем случае, например, это утро, это какие-то утренние часы, например, ребенок максимально активен и максимально работоспособен, например, с девяти часов где-то до половины одиннадцатого. Если потом время упущено, к сожалению, я уже не смогу ничего сделать. Я приведу такой личный пример. У нас вот просто был такой, так скажем, не самый лучший день в жизни, не совпало, что у ребенка с утра было плохое настроение, плюс я работаю из дома, у меня были срочные рабочие дела, и мы сели за уроки. Скажем, два часа дня. Все. На самом деле ничего не получилось. Ребенок сел за пример. Таблица умножения. Мы эту таблицу умножения делаем уже которую неделю. Ребенок делит 10 на 5, получает 25. Я прошу, я просто говорю, пожалуйста, подумай головой. Эта фраза... Так, Аня, мы тебя не слышим. Я сейчас остановлю, пытаюсь остановить твое видео. Так, Аня, немножечко у нас тут проблема техническая. Одну секундочку. Айварка сосаться до видео, пи оттуда. Это муляй, алло. Секундочку, я сейчас звук выключу, мы решим эту проблему буквально. 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 Секундочку, я не хочу. Да. Да, простите, я рассказывала о том, что небольшая проблема с интернетом возникла. Сейчас я поделюсь экраном, я рассказывала, секунду, простите, да, то есть, к сожалению, да, извините, что возникла такая проблема, да, то есть мы не успели, да, я не успела из-за своих рабочих дел сесть с ребенком в тот момент за уроки, когда ребенок максимально работоспособен, и получилось так, что на, да, там, ребенок сел за задание, таблица умножения, пример, который всегда получался, у ребенка вызвал, да, там, ребенок делит 10 на 5, получает 25, на просьбу подумать, головой ребенка начинается истерика, ты хочешь сказать, что я глупый, понятно, что уже никакого обучения у нас в этот момент и в этот день не будет, нам нужно помириться, нам нужно обняться, нам нужно поговорить, да, то есть, это просто был не тот день, мы упустили момент, и, к сожалению, это все пошло не так, и в этот день, в зависимости от обычного ребенка, у которого можно поговорить, которого можно как-то по-другому перенастроить, в случае особого ребенка, то, как начался день, уже просто покажет, сможем мы заниматься сегодня или мы не сможем, с другой стороны, сказать, что ребенок, например, мой, не мотивирован, выполнять какие-то задания тоже нельзя, потому что, опять же, в силу своих особенностей, мой ребенок очень четко следует инструкциям, очень четко следует данным заданиям, да, опять же, мы, например, семье не красим яйца, но у него было задание в разделе человековедения покрасить яйца, и, допустим, до этого ему абсолютно все равно было на эту традицию покраски яиц, ну, вот это было, значит, задание дано в понедельник после католической Пасхи прислать фотографию, как его покрасили яйца, и вот мы покрасили яйца как раз на каникулах буквально вчера, но до этого каждый день он ходил и буквально по пятам и говорил, мама, ну, когда же мы покрасим яйца, у меня же было задание покрасить яйца, да, то есть он четко следует, он очень мотивирован выполнять задания, которые дала учительница, или, например, у нас было по природоведению, у нас был лист наблюдения за признаками наступления весны, но вы знаете, буквально, опять же, неделю назад похолодало, даже был тут снег, и мы не нашли насекомых, мы ходили искали насекомых, про парку практически час, ну, не было насекомых, но ребенок очень волновался и потом, опять же, ходил, да, то есть это одна крайность. С другой стороны, насколько я знаю, есть, к сожалению, такие дети с особыми потребностями, которых невозможно мотивировать, никаким образом участвовать в деятельности образовательной. И в случае таких родителей, я понимаю, что они дома могут только обеспечить то, что за ребенком присматривают, то, что ребенок накормлен, и то, что ребенку безопасно. И я думаю, что в этом случае для этих родителей просто нужна помощь им, нужна им психологическая поддержка. Опять же, временной ресурс. Я уже привела пример на выполнение заданий буквально по трем-двум предметам, и я говорю о том, что это, допустим, два упражнения по математике, упражнение по эстонскому, и, например, предмет природоведения у нас уходит полтора-два часа. Если, например, у ребенка была задана работа по информатике, это было нарисовать картинку в программе Paint, на это у нас, опять же, ушел час времени. Ребенок хотел сделать это сам, я максимально поддерживаю то, что ребенок выполняет задания сам, но этот час я провела сидя рядом с ребенком. Хорошо, опять же, что у меня есть такая возможность, я работаю из дома, но все это время я провожу сидя рядом со своим ребенком. У каких-то родителей этой возможности просто нет. И также, что я считаю немаловажным, это то, что у нас в семье все-таки, у нас есть очень четкие ограничения на использование ребенком гаджетов. И поэтому сейчас, опять же, в ситуации дистанционного обучения, эта ситуация, опять же, обострилась, потому что, ну, опять же, у нас не так сильно используются различные электронные обучения, но, насколько я знаю, как бы все-таки много из, большая часть учебного процесса перешла, так скажем, в электронную среду. Дальше, если говорить о роли родителя, да, то здесь я попыталась суммировать, кем родитель умеет быть и кем родитель не умеет быть. То есть родитель ни в коем случае не умеет быть педпедагогом, да. Какого бы возраста не был ребенок, но все равно родитель не умеет, во-первых, да, даже видеть, может быть, какие-то признаки грядущей катастрофы, да, например, все равно родитель может что-то сказать, как я уже привела пример, думай головой, да. Это просто сказанная фраза, да, но я потом скорее буду разбираться с последствиями, чем, может быть, что-то подугадаю. В объяснении нового материала я не могу использовать все эти какие-то методические тонкие приемы и тонкости. Я могу, опять же, просто делать какие-то упражнения, проверять сделанную работу. Я не умею быть учителем, да, я могу только делать ребенком упражнения и проверять выполнение. Я не могу быть логопедом, я могу быть помощником логопеда, то есть, опять же, я могу выполнять упражнения, и то, если я видела, как логопед с ребенком это делает, да, есть, конечно, я знаю сейчас различное количество интернет-ресурсов, различных обучающих видео, да. Опять же, я не умею быть для своего ребенка психологом, я умею быть для своего ребенка другом. Опять же, настолько, насколько я могу подобрать к своему особому ребенку ключи какие-то дети. Опять же, если мы говорим об особых детях, открываются больше, открываются меньше, здесь ситуации бывают разные. И я хочу, опять же, сказать, что особенно в условиях сейчас нахождения постоянного дома, многим родителям особых детей самим нужен психолог, и самим, как никогда раньше, нужен друг, которому просто хотя бы поплакаться на сложившуюся ситуацию. Чего я ожидаю от школы? Как я уже говорила, очень важен здесь гибкий подход к сроке и форме сдачи работы, да. В школе, где учится мой ребенок, есть недельный план. Хорошо, что учитель постоянно со мной на связи, да. Допустим, если учитель видит, что мы не предоставили какую-то работу, мы связываемся с учителем, и она просто говорит, вот не сделано что-то, я могу сказать, да, вот у нас вчера был плохой день. Она говорит, да, я знаю. И фактически у меня есть неделя для того, чтобы выставить в электронную школу или послать учителю, например, фотографию каких-то заданий, да. Но это не обязательно должно быть сделано сейчас, сегодня, именно в понедельник или именно во вторник. Очень важна возможность индивидуального общения. То есть, как я уже говорила, если я не являюсь не спецпедагогом, если я не учитель, то если есть возможность у учителя организовать короткую встречу с ребенком в скайпе, в зуме, объяснить ему хотя бы в течение 10-15 минут. У всех детей разная способность концентрировать внимание. 10 минут. Просто немножечко объяснить вот тот маленький кусочек материала, когда ребенок может концентрировать внимание и что-то не понимает. Четкие и ясные инструкции. Потому что я, как родитель, не знаю, да, например, сколько клеточек мы отступаем после задания, например. Каким именно карандашом мы подчеркиваем. И вот те самые мелочи, которые могут быть для обычного ребенка просто возможностью родителя сказать, да мы делаем это вот так. Или которые для обычного ребенка будут просто мелочью. Ситуация особого ребенка могут стать поводом для излишнего волнения, могут стать поводом для обострения ситуации. Хорошо, если выполнение задания, если эти инструкции будут даны пошагово. Открываем тетрадь, пропускаем количество клеточек, пишем, подчеркиваем таким-то карандашом. Минимальное и разумное использование гаджетов. Может быть, я сейчас скажу что-то не очень популярное в данной ситуации дистанционного обучения, в ситуации электронного обучения. Но мне очень нравится именно разумное использование гаджетов. Когда до того, как, например, заполнить какую-то таблицу в Word, ребенок читает текст в учебнике, ребенок, например, переписывает слова в тетрадь, что помогает ему концентрировать внимание. И тогда уже потом что-то на основании прочитанного текста делает. И возможность получить помощь специалистов. Сейчас, конечно, это идет дистанционно, которая сейчас помощь специалистов важна не только для учеников, но и для родителей. Я прошу еще раз прощения за эту техническую заминку. Надеюсь, что много времени я не заняла. Спасибо за внимание. Аня, спасибо большое. Все отлично. Спасибо за хладнокровие. Быстро-быстро справились. Я думаю, что тут очень много поводов задуматься именно на тему того, что и как мы даем и говорим, и какие последствия это имеют как для ребенка, так и для родителя. Потому что очень важно то, что Аня сказала, у нее есть возможность работать дома, есть возможность уделить время своему ребенку, поддержать его. Не у всех родителей, к сожалению, такая возможность есть. Я думаю, что там, где ребенок целый день один, или где родители просто не могут по каким-то причинам ему помочь с уроками, там ситуация немножко сложнее. Сейчас я передам слово Вере Сибрик, и мы услышим взгляд на эту ситуацию, дистанция с детьми, которым нужна помощь со стороны директора школы, у которого очень большой опыт работы с детками. Вера, только вы микрофон должны включить. Вера, стойте, подождите, пожалуйста. Вера, мы вас не слышим. Я пытаюсь вам включить микрофон, но у меня не получается. Кнопочка микрофона на нижней панели расположена. Секундочку. Нет-нет-нет, не листайте. Перелистайте, пожалуйста, на самый первый слайд. Айвар, Майса, Вера, ли, микрофон не телепанно? Ага. Вера, мы вас теперь слышим. Ой, простите меня ради этого. Ничего страшного. Переключитесь только на самое начало, на самый первый слайд. Мы сейчас видим организацию обучения в другую сторону. Не переключается. Стрелочка, право-влево, на клавиатуре. Отлично, вот так. Да, еще, еще. Да. Стоп. Простите, ради бога. Все хорошо. Да. Добрый день, уважаемые коллеги. Я приветствую вас из-за ядовируема. И моя роль сегодня, конечно, не быть экспертом, а поделиться с вами тем опытом, который наработан конкретной, в нашей школе. И прежде чем я буду говорить о каких-то нюансах, я хотела бы сказать об уникальности, которую, я считаю, можно соотнести к каждой школе. Уникальность нашей школы такова. У нас учится 132 учащихся. Из них 11%, простите, 8% детей, это с серьезными, тяжелыми проблемами. 26% детей, это дети с особыми потребностями. У нас 5% детей, которые живут в детском доме. И в школе 25% детей из русскоязычных семей. По существующему законодательству и русскоязычные дети считаются теми детьми, которым необходима дополнительная помощь. Оговорюсь также и о том, что в нашей школе нет чистых детей-аутистов. Скорее, есть дети с какими-то элементами, может быть, синдрома Асбергера, но не смогу никак прокомментировать, скажем, то, как нужно работать с аутистами. Как и у всех у нас, особой возможности для подготовки к дистанционному обучению не было и в нашей школе. Это решение пришло, это было спущено сверху. И в пятницу мы должны были принять целый ряд решений, договориться с преподавателями о том, как мы будем действовать. И то, о чем мы договорились, это касалось, конечно, прежде всего, организации обучения и оценивания. Организация обучения была решена, что мы будем работать по расписанию. Учебный день у нас в школе начинается в 9 утра, уроки 45 минут. И все эти уроки будут проводиться в реальном времени. Очень через короткое время стало понятно, что эта система прекрасно работает для детей, начиная с 6 класса. Для многих детей 3 класса, но очень плохо работает для маленьких детей, начальной школы, 2 класс, 4 класс, тех детей, которые учатся по упрощенной программе, так называемой лык-лык-лык-лык-лык-лык. Совсем не пошла работа с детьми, которые работают, учатся по этой системе один на один. Они совсем не приняли эту систему. И для них по сегодняшний день работа с компьютером и с учителем, видео уроки или какие-то другие варианты, это не работает. И здесь нужно было иметь быстро перестраиваться и искать пути вот этого гибкого плана. Очень немаловажную роль сыграли в этом плане родители, когда учитель вместе с родителем просто определял вот эту гибкость плана, как это лучше сделать, каким образом выходить через мессенджер, через скайп, через зум, просто по телефону. И с каждым ребенком здесь, в общем-то, идет такая индивидуальная работа и по сегодняшний день. Она принесла хорошие результаты и хорошие успехи. Но я хочу подчеркнуть, в школе работают две системы организации обучения. Одна по расписанию и в реальном времени, вторая по очень гибкому плану. Наверное, невозможно переоценить сотрудничество на всех уровнях. Великая приставка «со» в русском языке, которая и говорит о том, что люди делают вместе работу, преследуя какую-то цель. Нет этого сотрудничества, то и один в поле не воин. Вот одному учителю справиться со всем этим, на мой взгляд, наверное, можно, но очень трудно и приведет просто к профессиональному такому выгоранию. По счастью, у нас в коллективе очень хорошо налажена вот эта структура сотрудничества. Это классные руководители и родители, это классные руководители и воспитатели детского дома, это учителя между собой. Поскольку для детей у нас есть специальные так называемые опи-оби-уроки, то здесь без сотрудничества невозможно. У нас есть хеф-координатор, который координирует вот эту работу логопеда, психолога. У нас проводятся уроки занятия логопеда в системе Zoom. И логопед сам проводит эти занятия. Иногда групповые, иногда индивидуальные. В зависимости от потребностей ребенка. Психолог оказывает психологическую помощь как родителям, так детям, так и учителям при необходимости. Неоценима роль социального педагога, который уже с утра знает, в половине десятого знает, кто из детей вышел, кто не вышел на связь. Сразу же связывается с родителями, выясняет, какова там может быть причина. У нас сложились хорошие отношения с местным самоуправлением. И наш опыт показал, когда двое детей не выходили неделю и вторую неделю на связь, никакой помощи или какого-то сотрудничества, контакта с родителями тоже не получалось, потому что либо мама плакала и говорила о том, что она ничего сделать не может, либо вторая мама не брала, не шла ни на какой контакт. Мы каждые две недели передаем сведения в местное соуправление специалистам охраны детства, которые находят возможность связаться с родителями. и на дистанционном обучении мы тоже вынуждены были обратиться в охрану детства и передать эти сведения и охарактеризовать эту ситуацию. А нам очень помогли. Нам очень помогли, потому что связались, потому что на сегодняшний день мы можем констатировать, эти дети может быть не каждый день, но через день выходят на связь, и выполняют то, что они могут выполнять. Еженедельно, каждую среду мы проводим круглый стол. Это такой узкий круг, круглый стол, к которому участвуют и социальные педагоги, и хеф-координаторы, и завуч, и учитель. Мы определяем, какие трудности, что произошло за неделю. Мы определяем, какую роль, кто из нас в этой ситуации может выполнять. Я говорю о том, что если классный руководитель испытывает трудности, например, и не владеет достаточной степени русским языком, то тогда социальный педагог связывается с родителями и спрашивает, чем помочь, как можно эту ситуацию подправить. если мы собираемся, то мы не просто разговариваем, мы принимаем какие-то конкретные решения для того, чтобы эту ситуацию нормализировать. Когда с логопедом, когда с психологом, когда с учителем. Поэтому еще раз хочу сказать, наверное, вот это сотрудничество невероятно, невероятная помощь в дистанционном обучении. Невозможно представить одного учителя, который бы справился со всеми возможными проблемами. Как мы поступаем и как действуют учителя? Первое. Как и в обычной жизни уроки, которые проводят учителя с детьми с особыми потребностями? Это значит, что в обычной жизни учитель в начале урока уже выписывает на доске пошагово, что будет во время урока. Например, первое. Читаем. Второе. Пишем. Третье. рисуем. Ну, словом, весь этот очень коротко, лаконично, одним словом, выписывается план урока. Когда проходит первый этап, прочитали, учитель стирает с доски. Вот это мы уже сделали. Второе. Пишем. Выполнили. Стирает с доски. Каждый ребенок видит, как он идет к вот этой цели и выполняет пошагово все, что нужно, поэтапно. В дистанционном обучении учителя делают приблизительно то же самое. Они в интернете, в студию пошагово, поэтапно выписывают. Первое. Я даже взяла несколько примеров. Ну, например, интеграционный урок математики и труда. Четвертый класс. Первое. Открой ссылку. Дается ссылка. Второе. Прочитай предложение. Третье. Найди дома предметы форм треугольник, круг, квадрат. Четвертое. Сфотографируй. Пятое. Пришли мне. Вот каждая здесь чем конкретнее, тем лучше. Чем меньше слов, тем лучше. Тем, наверное, легче ребенку и родителю, который это читает, понять, что нужно делать. Четкие указания. Учителя используют очень разные электронные среды. Но помимо этого, мы все понимаем, что ребенку до 17 лет не рекомендуется более двух часов находиться за компьютером. К сожалению, наверное, нам не удается выдержать этот регламент. И поэтому помимо вот этих компьютерных вариантов используются и бумажные учебные пособия. А еще нельзя забывать о том, что часами просиживать это очень плохо. И это очень нездорово. Поэтому есть еще какие-то отдельные минуты для движения. Просто для того, чтобы не сидеть часами в одной позе. С одной стороны, для детей на наш взгляд с особыми потребностями очень важна рутина. Вот просто рутина. Любые изменения приводят их в такое состояние, когда нужно перед вот этими изменениями нужно готовить. Вот будет то-то и то-то и вот тогда-то. Здесь этого времени не было. Мы постарались сохранить с одной стороны рутину, с другой стороны мы понимаем, я надеюсь, что вы, уважаемые коллеги, согласитесь со мной. Никакой ребенок, у которого синдром дефицита внимания не выдержит вот этой концентрации в 45 минут. 10, максимум 15 минут какого-то одного дела. Это значит, что нужно менять, менять формы работы, менять методы работы, что он будет за это время делать. Невозможно представить себе гиперактивного ребенка, который бы 45 минут выполнял одно и то же дело. Поэтому здесь, конечно, профессионализм учителя. Какие формы и методы он выбирает. Обратная связь и оценивание. Мы стараемся сразу же, очень оперативно, учителя дают обратную связь. Если вернуться к этому заданию, где нужно было дома найти предметы или вещи той или иной формы, то учитель и дает обратную связь очень конкретную. Он так и пишет. Сначала, наверное, прежде всего, такое отступление мое. Что ласкает наш сон? Это наше имя. Поэтому мы обращаемся к ребенку по имени. И учитель пишет. «Вера, ты нашла дома предметы круглые, треугольные, не знаю, квадратные. У тебя замечательная работа. Ты совсем справилась». Вот, наверное, очень важно, чтобы эта обратная связь не была просто вот вариантом. Здесь ошибка. Переделай. Или молодец. Или сделай снова. Вот эта обратная связь очень важна для того, чтобы понимать, куда дальше двигаться и что ты успел сделать. У нас в школе сохранилось оценивание в традиционном его варианте, пятибалльная система. Но рядом с оценкой обязательно будет идти комментарий учителя. Если все получилось, тебя обязательно похвалят за то, что ты это выполнил. Наверное, очень важно, чтобы учитель не был скупердяем на похвалу. Очень важно оценивать не только результат, вот выполненное, вот все четко, но и сам процесс. Что здесь важнее? В настоящее время, мне кажется, что процесс важнее, что у тебя получилось, что ты очень старался, что ты это сделал. и вот это поощрение помогает мотивировать. Без сомнения, наверное, во всяком случае, те родители, с которыми мы работаем, мы как раз вчера на круглом столе обсуждали, как благодарить родителей за то, какую помощь неоценимую они оказывают. и в данном случае не в роли учителей, а именно поддержка во всем. Это как спланировать, это техническая сторона, это то, наверное, что удалось моим коллегам завоевать вот это доверие, доверие между учителем и учеником, доверие родителей, вот все получается, если есть доверие, будет сотрудничество, будут результаты, если нет контакта и нет этого доверия, я думаю, что будут большие сложности, большие трудности и в контактах, и в результатах. Ну и наконец, может быть, о чем еще следует сказать, это интеграция предметов. Мы очень много делаем совместно, когда объединяются языки и физкультура, труд и математика. Это легче для самих учителей, это меньше, может быть, занимает времени, а для детей это просто прекрасная возможность опять-таки увидеть эти связи межпредметные и выполнить одно задание одновременно с разных ракурсов. Ну, допустим, это может быть составить какую-то телевизионную программу и на английском, и на эстонском языке, и на медиа уроке. Это будет одно задание, хорошо продуманное несколькими учителями. и может быть самое главное, самое главное, чему мы научились за последние годы, это то направление или тот какой-то руководство, которое получили от очень известного в Эстонии спецпедагога Гая Пладен, которая так и сказала, если ученик не учится так, как его учит учитель, то учителю надо научиться учить так, как учится ученик. Это очень глубоко, это, наверное, очень непросто, это берет время для осознания и понимания вот этого роли учителя, когда ты должен быть невероятно терпеливым, очень гибким, очень мудрым, понимать, что вот то, что говорила Анна, если утро не задалось, то тогда надо переждать, значит, надо переждать, значит, надо искать какой-то, какой-то другой вариант, как выйти на этот контакт с этим ребенком и с этими родителями. Бессмысленно биться, если если ты просто поставил себе поставил себя, вот я учитель, я должен учить, вот мое рабочее время от всех до всех, и я должен это выполнить. Это ты сам себя сожжешь внутри и ничего не получишь. Может быть, я еще раз хочу сказать, в нашей школе работает разная система организации обучения, у нас разные методы, которые мы используем, у нас хорошо разработана предметная интеграция, но самое главное, то, что у нас сложились хорошие отношения, как между собой в коллективе, так и с учениками, так и с их родителями. Я благодарю вас за внимание, вот так коротко, наверное, с моей стороны. Все. Спасибо. Спасибо большое, Вера. Да, есть о чем задуматься очень сильно. У нас здесь есть несколько вопросов, которые адресованы вам, и я хочу, чтобы вы ответили на них до того, как я передам слово следующему спикеру. Попробуем кратко. Поскольку учеников в классе, если класс учится по ЛИК? ЛИКС, кто-то какого? У нас есть класс, где три ребенка учатся, есть класс, где и ЛИК, и ЛИТ, то есть и ребенок второго класса, и дети четвертого класса, там тоже трое детей. То есть маленькие, совсем маленькие классы, даже мы не говорим про то, что там десять человек, да? нет, мы не говорим об этом, да. Так, хорошо, вопрос такой, требуете ли вы от учителя постоянного использования электронных сред при дистантном обучении в обязательном порядке? Вот здесь слово требую, наверное, не очень уместно. Я верю в то, что со мной работают профессионалы, и они знают, как это делать. Да, я, может быть, очень вот сегодня настаивала на том, что после каникул, вернувшись, нужно хотя бы первые дни непременно выходить на видеоуроки для того, чтобы мы не имеем сейчас возможности вот этого зрительного контакта, мы не имеем, мы не читаем сейчас язык тела, и очень важно знать, как сейчас дети чувствуются, будут себя чувствовать после каникул, и видеоуроки будут очень важны, но сказать, чтобы это было как требование, нет, я думаю, что нет, про требования нет. Наталья, я сейчас еще, Вера, задам один вопрос, Наталья, просто вы, когда будете делать доклад, может быть, тоже в конце немножечко скажите про требуется, не требуется, как у вас в отношении, раз уж вопрос такой прозвучал. Так, здесь пишут, что делают уроки по дням, день русского, день математики, для ребенка маленького это будет легче, и получилась интеграция, да, наверное, это неплохая идея. И вопрос еще к вам, Вера, не являются ли онлайн занятия по расписанию слишком утомительными, ребенок вынужден по несколько часов находиться перед компьютером. Нет, мы делаем, я еще раз говорю, наша школа, во-первых, входит в сеть так называемой ЛИ Кумакутсу в школе. У нас все учителя владеют вот этой методикой, когда можно делать остановки. Кроме того, есть получасовой перерыв в течение дня. Мы получили обратную связь от родителей, которых, которые видят со стороны. Я сейчас не говорю обо всех детях, которые с особыми потребностями. Я говорю, общая картина школы, где детей это очень устраивает. У них заканчивается рабочий день, также в 2 часа, в 3 часа они свободны, они знают, что вот это их работа, есть урок, они успевают. И на сегодняшний день, возможно, это утомительно, но это работает. Угу, угу. Так, это мы ответили. Тут у меня еще два вопроса висят, мы на них ответим в конце семинара. Наталья, пожалуйста. Добрый день, уважаемые участники семинара. Я представляю Солдинскую Нарвскую гимназию. Сегодня у меня есть возможность поделиться опытом работы с учениками, которым необходима поддержка в условиях дистанционного обучения. Жизнь на всем предъявила вызов. Трудно сейчас и учителям, и ученикам, и родителям. В данном случае большая часть успеха дистантного обучения с детьми, которым необходима поддержка, заложена в созданных за годы учебы доверительных отношений между учителями, учениками и, самое главное, родителями. с каждым родителем осуществляется... извините, пожалуйста, мы, по-моему, не видим ваш экран. Не видите? Не видим же, да? Я правильно понимаю. Сначала думала, что у меня только нет. Сейчас, минутку. Угу. Знаю, в чем дело. Угу. Так, попробуйте вот эту кнопку, зеленый, зеленый экран. поделиться экраном внизу. Угу. Так, давайте мы сейчас сделаем так. Я включу вашу презентацию у себя на экране, чтобы мы не теряли время. Вы говорите, пока я включаю. Хорошо? Угу. Да. Скажете мне, на какой слайд просто переключиться, это будет побыстрее. Угу. Хорошо. Да? Каждым родителям осуществляется тесный контакт как с классным руководителем, так и со специалистами службы поддержки. В Олдиновской гимназии у нас обучается 860 учеников. В поле открыты 5 спецклассов. на параллелях первых и вторых классов это ослитный класс, третьих, четвертых, пятых и седьмых классов. Мы определили... Видите, виден мой экран, да, сейчас? Все видят? Хорошо, все. Угу. На третий слайд, пожалуйста. Да. Мы определили для себя главную цель дистанционного обучения. Это сохранение социальных навыков и поддержание учебной мотивации. Первый совет ученикам, которые учителя озвучили, переходя на дистанционное обучение, это вовремя выполнять задания, не паниковать. Второй совет ученикам, при любом непонимании задания, материала, писать, звонить учителю. Сложнее ученикам первой школьной ступени, так как им постоянно требовалось при академическом обучении помощь учителя и одобрение на всех этапах выполнения учебной работы. Первая неделя дистанционного обучения далась нам очень трудно, наверное, как и в любой другой школе. Это проблемы с ЕКОЛИ, интернет-соединением, не во всех семьях в наличии были компьютеры, непонимание учеников и родителей, как самостоятельно учиться. Учителям также было трудно, они не могли определить, с каким объемом работы дети могут справиться при дистанционном обучении. Пришлось много времени и внимания уделить обсуждению с родителями организационных и содержательных моментов. Постепенно все стало понятно и доступно. Электронная школа работала без перебоев, нуждающимся администрация выдала компьютеры. Учителя в постоянном доступе, готовы ответить на вопросы и помочь с выполнением заданий. Ребята с помощью родителей наладили режим дня. Все задания учителя выставляют в Миколь по расписанию до 8 утра. Дети могут выполнять задания в своем темпе, их никто не ограничивает во времени. Главное, пробовать выполнять задания и отправлять их для проверки. Если ребенок не успевает выполнить это задание в этот же день, то может сделать потом. При необходимости учитель напоминает ему о невыполненной работе. Для учеников первой школьной ступени учителя чередуют онлайн-уроки с письменными заданиями работы в бумажных источниках. Большинство заданий по математике, природоведению, телаковедению дети выполняют на платформе опек.е. Это очень удобно. В один день изучают тему в электронном учебнике, а на следующий день закрепляют знания в печатной тетради. Для быстрой проверки используют платформу неарпо.ком. В этой программе можно в реальном времени отслеживать выполнение заданий. При допущении ошибок учитель тут же может сообщить ученику об ошибке и тут может ее исправить. Общение проходит чаще всего через вайбер или зум. Если у кого-нибудь возникают проблемы с выполнением заданий или пониманием учебного материала, то учителя заменяют задание на подобное, которое ребенок может выполнить или дают дополнительные инструкции для выполнения. После проверки заданий комментируют выполнение. Это важный очень момент для того, чтобы ребята чувствовали заинтересованность и поддержку учителя. За период дистанционного обучения учителя поняли, что не все интернет-ресурсы, которые предлагаются, подходят ученикам. Чем больше интернет-ресурсов предлагается ребятам, тем хуже результат и возмущение и учеников, и родителей нарастает. Поэтому разнообразие мы свели к минимуму. Возникали большие сложности в организации учебного времени. Учителя первой, второй, третьей школьной ступени сошлись во мнении, что лучше всего учебный результат достигается с помощью онлайн-уроков через Skype или Zoom. Эта форма преподавания дает возможность реагировать на мимику учеников, эмоции, поддержать диалог, общение, организовать групповую работу, чтобы ученики не потеряли умение взаимодействовать друг с другом, чувствовали коллективную работу. Четвертый слайд, пожалуйста. Ученикам первой школьной ступени предлагается больше творческих заданий. Это рисование, лепка, конструирование из бумаги с использованием природных материалов и так далее. Эти виды работ решают много задач. Это и снижение умственно-птихического напряжения, развитие речи, мышления, развитие моторики и так далее. Мы стараемся уменьшить количество времени, проведенное за компьютером, так как ребята эмоционально устают при работе за компьютером. больше пишут в тетрадях, делают скриншоты и так далее. Образовательные платформы мы используем для учеников второй и третьей школьной ступени, у которых уже сформирован навык работы с технологиями, которые умеют находить и пользоваться полученной информацией. это среды опек, миксики, скайп, программы для рисования и использования картин от хитса, лернинг-апс, онлайн-тесты, викторины. Используем прекрасную возможность использовать виртуальные путешествия, просмотры спектаклей. Ученикам, которым по решению назначено логопедическое сопровождение, получают эту услугу в полном объеме через онлайн-уроки в режиме реального времени. Администрация отслеживает процесс обучения. Мы придерживаемся рекомендаций данных Министерством Образования, отказались от неудовлетворительных оценок, неограничимое время для исправлений, учителя напоминают ученикам о необходимости выполнить задания. Дистанционное обучение это необходимая вынужденная мера, но и при такой форме обучения можно найти положительные стороны, положительные моменты. Ребята стали самостоятельней, родители обращают внимание на эту особенность, учатся следить за временем, берут на себя ответственность за выполнение заданий, осознали, как хорошо быть в школе и учиться по обычному режиму, оценили ценность общения с одноклассниками. Есть дети, кому очень подходит дистанционное обучение. Это интроверты, желающие работать индивидуально, не нуждающиеся в социальных контактах, умеющие добывать и обрабатывать самостоятельную информацию, наслаждающиеся тишиной без школьных звонков. Но таких ребят единицы. В случае процесс развития не пострадал и проблем в освоении учебного материала нет. Но дистантное обучение ни в коей мере не может заменить живое общение. Многие ученики без помощи родителей не могут понять инструкции для выполнения заданий. Требуется постоянный контроль при оформлении и выполнении работ. Ребята теряют наработанные навыки, устоявшийся режим, рекламентированный распорядок дня, смена общественных действий физическими, умение слушать и слышать учителя. А самое главное взаимодействовать друг с другом, договариваться, уступать и просить о чем-либо. И вот это умение пострадало больше всего. Поэтому одна из главных задач совместно с родителями это сохранить сформированные навыки. По словам родителей дети не соглашаются записывать свою речь на диктофон и на видеозапись. А в школе перед учителем они более открыты. Следующий слайд пожалуйста. большая нагрузка легла на плечи родителей. Для родителей это состояние неопределенности добавляет напряжение, эмоциональную нестабильность. Родители должны быть сильными, любящими и заботливыми для своих детей. Им приходится 24 часа на 7 решать как обычные бытовые дела, как и учебные. нам очень повезло с родителями. Они все заинтересованы в комфортности и успешности своих детей. Большего нам и не приходится ждать от родителей. Просим лишь их набраться сил, терпения и спокойствия. Мы очень им благодарны и не устаем об этом им говорить. Эта сложная ситуация еще раз показала нам, что наши родители самые любящие и заботливые. Мы спокойны за наших ребят. Следующий слайд можно. Для того, чтобы проанализировать результативность дистанционного обучения, по запросу администрации школьный психолог составил вопросы для анкетирования удовлетворенностью родителями обучением. Полученные ответы были проанализированы, выявлены слабые стороны в обучении. И главной претензией от родителей было то, что очень большое количество интернет-ресурсов привлечено учителями. Ученики и родители путаются в них, а также просьба родителей как можно больше включать онлайн-уроков в обучение, особенно по математике, эстонскому, английскому языкам, где учитель может объяснить материал. Дистанционное обучение ни в полной мере не может заменить академическое обучение. Учитель вынужден переносить объяснение трудных тем на более поздний период времени, корректировать учебную программу. Учитель сложно в данный момент оценить уровень усвоения учебного материала учениками. не не получается развивать полном объеме социальные навыки. Следующий слайд. Во время дистанционного обучения самой главной проблемой наших учеников стало отсутствие многих ребят компьютеров. Администрация Сумской гимназии нашла возможность обеспечить всех нуждающихся компьютерами. Каждую неделю школьный психолог отправляет рекомендации родителям, как справляться с возникающими проблемами в условиях дистанционного обучения. Родители каждый день могут обращаться с вопросами к любому специалисту. Это психологу, хэв-координатору, логопеду, социальному педагогу, завучу, директору. Некоторые родители пользуются этой возможностью. Учителя-предметники тоже всегда на связи. В данный момент у нас в школе нет учебных проблем с ребятами, которым необходима поддержка. Большая часть времени дистанционного обучения мы надеемся уже позади. У нас проблем не возникало. Если ситуация сохранится как и предполагается ранее, то дети, которым необходима поддержка, вернутся в школу первыми. Следующий слайд, пожалуйста. И последнее, на что бы мне хотелось обратить ваше внимание, это находки наших учителей, помогающие ребятам с интересом учиться. Саморазвитие помогает получать удовольствие. Узнал сам, поделись с одноклассниками. Это девиз наших учителей. Учитель направляет учеников добывать информацию и делиться полученными знаниями с одноклассниками. Учителя в заданиях оставляют подсказки, правила, загадку, ребус, формулу, алгоритм выполнения в трудных частях задания для последующих действий в работе. И работает фишка интерес и желание дойти до конца у ребят не пропадает. Используют платформу nearpod.com. Учителя начали работать с ней еще в школе и детям учитель выводил на экран их результаты и они могли сами отслеживать результат своей работы. В период дистанционного обучения в нашей школе каждую среду проводится учебный день экране ваба, день, свободный от экранов. Ребятам предлагают творческие задания, работу с бумажными носителями, подвижные игры, задания с целью отдыха и смены деятельности. 17 апреля в пятницу перед каникулами состоялся день классного руководителя. Это день, когда дети подводили икруги, общались с учителем и между собой через различные приложения, планировали чем займутся на каникулах. Ребята провели его очень разнообразно. Ученики первой школьной ступени приготовили небольшой концерт чтепитием. Более старшие ученики посетили красивые места мира. В этот день было очень много радости, позитива, смеха. Этот день запомнился ребятам по обратной связи. И в заключение можно сказать, что в данной ситуации наши ученики, нуждающиеся в поддержке, справляются с обучением благодаря огромной поддержке своих родителей и направляющей деятельности классных руководителей, учителей-предметников, специалистов службы поддержки и администрации школы. Учителя показали себя отменными командными игроками. Они постоянно обмениваются опытом друг с другом, помогают и обучают друг друга, развивают дигитальные навыки. Но при всем при этом у учителей и учеников есть огромное желание вернуться в здание школы и продолжить обучение в привычной форме. Спасибо за внимание. Я сказала. Так, у нас тут целый ряд вопросов к вам, перед тем, как Анжелике передать слово, я задам вопросы. Скажите, пожалуйста, вы как логопед проводите занятия, проводите ли занятия онлайн? Если да, то какие? Индивидуальные, групповые? Да, в полном объеме проводим детям, которым активно комиссия назначила логопедическое сопровождение. Я провожу через онлайн уроки, через программу Zoom и через Skype. И это все индивидуально, групповые я не провожу. Онлайн уроки через Zoom или Skype длится, длится всего 45 минут или на усмотрение учителя? Нет, нет. И больше 30 минут. Перед экраном сложно держать внимание. Хорошо, так. Ваши учителя тоже обеспечены компьютерами от школы или пользуются личными девайсами? У всех по-разному. У кого есть свои наличия, своими. У кого не было, школа тоже нашла возможность выдать им для работы. Как вы решаете проблему с учениками, выпавшими из учебного процесса? Прогулы, домашние задания не выполняют и куча долгов. Я так поняла из вашей речи, что сейчас нет таких проблем. Дети, которые нуждаются в поддержке, которые с особыми нуждами, таких нет детей. Благодаря помощи родителей все хорошо. Но в основном, конечно, в общей школе есть такие определенные количества, а тут подключается социальный педагог, он проводит свою работу. Так, и Вера тоже отвечала на этот вопрос, что если что, тогда вы обращаетесь в службу защиты детства. Да, обязательно. Так, что значит ученики, требующие особой поддержки, как именно вы им помогаете? Ну, вообще, тут я, наверное, отвечу. Тематика семинара это для как раз деток ХЕФ с той или иной степенью тяжести. Проблем, которые есть, и об этом мы весь семинар говорим, наверное, как мы помогаем им. Да? Да, это все правильно вы сказали. Вот так, это мы ответили. Так, отлично. У нас осталось два вопроса общих, о них мы поговорим попозже. Так, теперь я передаю слово Анжелике. Анжелика, попробуйте экран показать. Если что, я перехвачу туда управление. Нет, все в порядке. Хорошо. Видно? Да, мы видим. Все, видим, все хорошо. хорошо. Так, все, начинаем тогда, да? Так, сейчас, секундочку. Ой, нет, Так. Все, все, все. Нет, мы не видим на весь экран сейчас. А, не видите теперь, пропало у меня. Сейчас на весь экран, только мы очень сильно слышны, когда вы по клавишам бьете. Я постараюсь. Имейте в виду, да. Все хорошо? Так. Добрый день всем. Я сегодня завершаю наш семинар. И напомню, что мы говорим об учебной работе с детьми, которым нужна поддержка. И начну с того, что все мы действительно столкнулись сейчас с новыми реалиями в последние месяцы. И помимо общей ситуации в мире у нас с вами добавились испытания карантином и новой формой организации дистанционной работы. И в социуме, и в том числе у родителей, и учеников сейчас повышенный уровень тревожности. И также связан с изменившимися обстоятельствами, с новым укладом жизни. И это тоже нас серьезно задевает. И нам с этим также приходится справляться и взаимодействовать. Одним из важнейших факторов успешного дистанционного обучения является правильная мотивация ученика. То, чем мы сейчас, в принципе, занимаемся. Все специалисты стараются мотивировать ученика, чтобы они у нас не выпадали из учебного процесса, чтобы они у нас могли взаимодействовать с нами и успешно оканчивать учебный год. Большую часть времени ученик проводит самостоятельное освоение материала. И для этого необходимо, конечно, ему и концентрация внимания, и настойчивость, и желание учиться. Также, конечно, можно сказать, что в дистанционном обучении многие виды традиционной мотивации работают не так эффективно, как в традиционной школе. Но некоторые, наоборот, приобретают особое значение. Вот на них и как раз-таки следует опираться и родителям, и детям. Что традиционно мотивирует ребенка в учебе? В дистанционном обучении, конечно же, есть свои определенные нюансы. Ребенок не может сравнивать свои достижения с успехами других детей. И единственным критерием успешности ребенка является результат оценивания учителем. Иногда это просто количество набранных в тесте баллов. Но ребенку важна также и более развернутая характеристика его ответа. Вот здесь дистанционное обучение имеет значительные преимущества перед обычной школой, где учитель и ученик ограничены временем урока, и учитель просто не успевает дать качественную оценку усилий ученика. В онлайн-школе это возможно. Вполне возможно, что ни учитель, ни ученик могут быть не ограничены временем. И очень важную роль приобретает как раз диалог между учителем и учеником. Нужно, чтобы ученик получал качественную обратную связь. Это дополнительно его стимулирует. Работа в группах, например, которые можно устроить тоже дистанционно, дает возможность учителю создать для ребенка ситуацию успеха рядом со сверстниками. Виртуальный ученик, так их назовут, может показать себя одноклассником, если он хочет этого, поспорить с ними, увидеть и услышать их мнение о своих достижениях в живом общении. И если брать традиционную форму мотивации, то как раз-таки сравнение и соревнования – это одна из них. Но сразу оговорюсь, что не всем детям с особыми потребностями эта форма подходит. В частности, тревожным детям соревновательная форма совсем противопоказана. Немножечко остановлюсь на том, что есть определенные трудности, поскольку помимо психолога Рая Леди, я работаю еще в одной из школ, школьным психологом, и много коллег, знакомых в других школах. И немножечко перед семинаром, собрав информацию из разных школ по Эстонии, я могу сказать, что учителя столкнулись с тем, что как раз-таки групповые работы, хотя я их, в принципе, тоже рекомендую, но они вызывают сложность у детей с особыми потребностями в проведении этих работ. Именно сложность в дисциплине. Если в классе учитель находится вместе с детьми и может предугадать какую-то реакцию ребенка, устранить какие-то недовольства и наладить сразу дисциплину, находясь на месте, то в онлайн-системе при дистанционном обучении это сделать часто невозможно, поскольку дети могут нервничать, дети могут бить учебники, тетрадки, кричать, что-то выкрикивать. И наладить дисциплину учителю зачастую уже не получается, сидя перед экраном компьютера. Вот такая ситуация тоже в школах бывает. Но можно сказать и о том, что в принципе, в целом дети могут работать в группах. И особенно это будет полезно тем, у кого нарушение общения, у кого, кто выпадает из системы настолько, что ему просто не с кем общаться. И тогда групповая работа дает ребенку возможность чувствовать себя нужным, необходимым и причастным к какому-либо группе или какому-либо уроку, какому-либо заданию. Я слайды не буду прочитывать. Вы их, пожалуйста, просматривайте. Я думаю, что они все будут доступны после нашего семинара. Запись ведется, все слайды и вся запись. Это все можно будет взять, если кому-то что-то понадобится или заинтересует. Как мотивировать ребенка к самостоятельной работе и обучению? Поговорим немножечко об этом. Естественно, что каждый ребенок имеет какие-то свои природные задатки, которые можно разбивать или загубить. И если человек не идет вперед в своем развитии, то мы все знаем, что он начинает деградировать. Но для того, чтобы это понял ребенок, нужны энтузиазм, заинтересованность ребенка в результате и внутренняя мотивация. Почему мне это нужно? Для чего? То есть организация процесса должна быть построена таким образом, чтобы он захватывал, как, когда, сколько времени на это потратить. Если спросить у ребенка, для чего он учится, зачем он это делает, что он хочет, то, как правило, мы получаем ответы родителей, то есть взрослые, готовые фразы. И совершенно не говорит нам о том, что ребенок не понимает, что он, в принципе, отвечает и для чего ему нужна учеба. В дистанционном же обучении роль как раз-таки ученика огромна. И можно сказать, что она даже доминирует над ролью взрослого, который может контролировать, заставлять, стимулировать. Но это никогда не будет иметь эффекта, если сам ребенок не разовьет свою внутреннюю когнитивную мотивацию к обучению. Задача же взрослого – помочь ему это сделать. Мы не можем сами все развить в детях. Ребенок должен сам работать над собой, но с нашей помощью, с помощью взрослого. То есть мы можем направлять, руководить процессом и помогать, но все за них сделать мы тоже не можем. Так, следующий смотрим. Осознанная как раз-таки когнитивная мотивация. В дистанционном обучении она играет очень важную роль. Это как раз-таки мотивация осознанного действия. Когда ребенок выполняет работу не за страх или не для того, чтобы выделиться из ряда сверстников или получить вознаграждение, а для того, чтобы получить знания. Да, таких сейчас детей может быть не так много, особенно среди детей с особыми потребностями. Они учатся за что-то чаще, чем конкретно за получение знаний. Это стать умнее, расширить какие-то свои горизонты, поднять своим личностным развитие. Не все дети, к сожалению, этого хотят, но цель как раз-таки должна быть вот такая. Это наиболее сложная мотивация для ребенка, который еще абсолютно не осознает себя самостоятельной личностью, не понимает своего места в социуме, не понимает, как знания из биологии или физики, например, могут помочь ему стать успешным и счастливым. И поэтому задача учителя как раз-таки найти эти стимулы и повысить его мотивацию. Как это сделать? Это вопрос уже техники педагогического мастерства. Самое главное в любом учебном процессе поддержание интереса к предмету, который преподается. Очень часто учитель хочет максимального углубления в свой предмет и насыщает уроки лишней и тяжелой информацией. И если на обычном уроке в традиционной школе он может видеть непосредственную реакцию своих учеников и сразу корректировать подачу материала, то в виртуальном это возможно только постфактум, когда учитель увидит результаты выполнения тестовых заданий. Сложная информация, используемая без учетов возрастных и психологических особенностей ребенка, не способствует его внутренней мотивации. Задача же учителя – сделать материал максимально доступным и в то же время интересным, наглядным и стимулирующим к расширению знаний. Всегда более выигрышными являются уроки иллюстративные и те, которые побуждают ребенка к сотворчеству и поиску. Это гораздо интереснее, чем выполнять просто набор каких-то для детей, иногда скучных заданий. Как помочь детям в дистанционном обучении? Дистанционное обучение является действительно сложным процессом, и мы сегодня с вами уже это услышали не от одного выступающего. Анжелика, вы куда-то в сторону немножко говорите, мне кажется. Ровно сижу перед компьютером. Не слышно меня? Слышно, хорошо, но просто идет какой-то шум параллельно. А вы знаете, это у меня загудел компьютер, заработал там. Хорошо, нет ничего, мы потерпим, все разбираем. Нет, он сейчас, я думаю, что успокоится, что-то он тут загудел, наверное, уже перегрелся. Хорошо, продолжайте. Спасибо. Так, значит, как помочь и говорить о том, да, что сложный процесс, и как правило, у детей, которым нужна поддержка при обучении, существуют некоторые объективные причины для низкой успеваемости, о которых, естественно, мы все знаем. Это могут быть и слабые интеллектуальные способности, и низкая осознанность собственных действий, и отсутствие мотивации достижения. Много что может являться тем, что не способствует хорошему обучению детей. И поэтому не надо ждать от ребенка сразу, и много успехов после первой похвалы. Похвалили, и сразу как бы мы начинаем уже ждать от него что-то. Так, секундочку. Так, поэтому стоит, вы видите на слайде, что стоит ему дарить, в принципе, успешные ситуации, чтобы ребенок чувствовал себя успешным, чтобы ему нравилось это делать, чтобы он был заинтересован. И поддерживать ребенка нужно до тех пор, пока в нем не появится уверенность в собственных силах и способностях. Иногда это бывает очень длительный процесс, потому что такие дети, они часто не уверены в себе, и первое, что они говорят, что у меня не получится, или я не умею, а потом уже я не буду. Иногда и наоборот. Только тогда у ребенка может появиться интерес и желание учиться при нашей постоянной поддержке, подбадриванию и помощи ему. Самое важное в дистанционном обучении – это, в принципе, контакт с учеником. И здесь необходимо постоянно знать, понятно ли ученикам поставленная перед ними задача, обеспечен ли полноценный доступ к материалам обучения. Очень важно подобрать правильно материал для этих детей и поддерживать связь с ними постоянно. Постоянно давать понять, что вы рядом с ними, что учение как раз-таки является вашей общей важной задачей, что это не задача ученика – учиться, объяснить ученику, что мы учимся вместе, и это моя задача, как и твоя задача. Также, естественно, что значительное влияние и на развитие мотивации обучения у ребят оказывают родители, поскольку на них ложится роль и проверяющего, и сопровождающего, и стимулирующего, и поддерживающего человека. То есть у родителей очень много ролей, и все это находясь рядом с ребенком. В ситуации самоизоляции, карантина, конечно же, тяжело организовать быт, режим дня и расписание всех членов семьи. И неоднократно я уже слышала о том, что родители говорят, что у меня дома сумасшедший дом, мне всех не построить, мне всех не усмирить. И, в общем-то, дети часто занимаются тем, что находят для себя сами. Поэтому для формирования положительной мотивации ребенка и для организации учебного процесса и досуга детей родителям можно опираться на советы педагогов, опорных специалистов учебных заведений, уже перечисляли, да, и спецпедагоги, и психологи, и логопеды. Все, кто есть в учебном заведении, всех можно задействовать. Также различные центры, которые есть в данном городе или уезде, организации, которые должны быть эмоционально-интеллектуальными. Новый такой интересный термин. Сейчас я вас познакомлю, что это, в принципе, значит. Переключу слайдик, пока смотрите. Вы видите, да, два столбика. Что вы видите, что значит человек с высоким уровнем эмоционального интеллекта и что значит человек с низким уровнем эмоционального интеллекта. Эмоционально-интеллектуальные люди, они могут хорошо владеть собой и эффективно налаживать взаимодействие с окружающими, будь то коллеги, ученики или их родители. И из этого слайда мы видим, что, в принципе, мы, взрослые люди, кто работают с детьми, мы как раз-таки должны быть с хорошим уровнем, высоким уровнем эмоционального интеллекта, поскольку нам приходится самим оказывать часто поддержку и помощь не только детям, но и родителям. Тем более случается так, что родитель действительно не в состоянии поддержать ребенка и не в состоянии помочь ему с учебой. Мы сегодня озвучивали уже про классы Ликсу Статута ПК, который учится по этой программе. И, в общем-то, опять-таки в работе, могу сказать, что сталкиваюсь с тем, что дети, которые учатся по этой программе, имеют таких родителей, которые тоже не могут им помочь. И родители признаются в этом сами, что я не умею открыть среду учебную, я не понимаю, где взять задание, потому что я умею только включить и выключить компьютер. И если ребенку нужна помощь какая-то от меня, то я ее оказать не могу. В таких ситуациях я бы порекомендовала, конечно, если у школы нет возможности помочь в обучении таким родителям, потому что здесь надо не только ребенку помочь, здесь надо и родителю помочь, то, в принципе, конечно же, можно обращаться в местное самоуправление, просить назначения опорного лица в семью, кто может поддерживать, или хотя бы изредка раз в неделю приходить в семью домой и элементарно научить пользоваться какими-то средами, которые нужны для успешного обучения ребенка. Выход всегда можно, в принципе, найти. Так. И вернемся теперь к тому, как же все-таки организовать работу с учениками в дистантном режиме. То есть маленькие такие рекомендации, немножечко я по ним пройдусь, что-то для вас уже знакомо, что-то, может быть, кто-то для себя еще знает. Ну, во-первых, урок. На первом месте я сразу говорю о том, что забудьте, пожалуйста, про привычную форму урока, которая дается в обычной школе. Одно из условий эффективной удаленной работы – это как раз-таки частая смена заданий и очень много практики. Ведь детям сложно воспринимать и усваивать большой объем информации или длительное время выполнять одно задание. Создайте урок из нескольких видов заданий. Например, 5-10 минут на просмотр видео, 10 минут на выполнение заданий и 10 минут на письмо от руки. То есть урок не должен быть таким, что дети 30-40 минут, сколько позволяет система Zoom, пишут, пишут, пишут или только что-то выполняют, решают. Поэтому, в общем-то, урок должен быть развит, особенно для детей с особыми потребностями. Им очень сложно, мы сегодня это слышали, выполнять одно и то же задание несколько времени подряд. Обязательно нужно предусмотреть разбор домашнего задания. Индивидуальные же ошибки необходимо сообщать ученику лично, а о достижениях и интересных вариантах решения нужно сообщать всем. Также желательно предусмотреть общий обзор успехов и неудач учеников при его выполнении. Ну и, естественно, разъяснение сложных каких-то моментов и других моментов, которые связаны с обучением по конкретному предмету. Делать это можно и в тестовом виде, и в текстовом виде, и с помощью короткого видеообзора. Мы сейчас все умеем пользоваться разными средствами, гаджетами. В общем-то, видеообзор можно записать также и на свой телефон и разместить его в месте вашего общения с учениками. Даже в индивидуальной работе и в общей групповой работе. Наряду с этим еще хочу сказать о том, что, пожалуйста, помните, что при дистанционном обучении ученикам надо очень четко обозначить время, когда нужно самостоятельно выполнить те задания или иные, которые вы им даете. Часть заданий они могут выполнять в отведенное для занятия время. Особенно это легко сделать при использовании определенных онлайн-платформ. Тогда сразу можно и отследить прогресс ребенка и корректировать работу по необходимости. Также при дистанционном обучении как никогда ученикам важно понимать, как и за что вы будете их оценивать. И обязательно сообщать это нужно при выдаче домашнего задания. Не после того, когда дали задание, дети делают, а потом мы выставляем оценки или как-то оцениваем, неважно, словесно, или это будет оценочная система. Дети должны заранее знать, что и как будет оцениваться в домашнем задании. Это тоже повышает, в принципе, мотивацию выполнения уроков. Нет неизвестности, которой дети боятся. Для обеспечения полноценного отдыха детей недопустимо давать, конечно, домашние задания на понедельник, в пятницу вечером, потому что эти задания обречены быть невыполненными. Дети не будут в выходные заниматься уроками. И поэтому, чтобы не портить себе, скажем, настроение, детям, родителям, лучше эти уроки не давать в пятницу вечером на выходные, а стараться укладываться в рабочую неделю. Еще один из пунктов, такой как интерактивность. В принципе, ошибочно полагать, что обучение в удаленном режиме полностью исключает интерактивное взаимодействие детей в учебном процессе. В некоторых случаях оно даже, наоборот, более эффективно, так как позволяет учесть возможности каждого без исключения. Вы свободно можете организовывать обсуждения в группах, общаться как на этапе изучения нового материала, так и на этапе выполнения заданий. Почему бы задания, например, какие-то домашние, не делать действительно вместе с учителем, а не только давать ученикам на самостоятельное выполнение с родителями. Для этих целей необходимо правильно подобрать образовательный портал, но в школах очень многими сейчас порталами пользуются. Я знаю, что у всех очень хорошо разработана система обучения в школах. И, в принципе, очень важно создать качественную обратную связь с использованием менеджера, чата, любого менеджера, какой можно использовать. Потому что часто бывает так, что у родителей действительно либо нет компьютеров, либо нет возможности одним компьютером пользоваться всей семье. а, скажем, телефоны сейчас современные, очень много различных программ, чатов установлено, и это можно вполне использовать и для общения, и для изучения материала, и для качественной обратной связи. Пожалуйста, не забывайте о родителях, то есть помните о родителях, потому что переход на новую форму обучения, он действительно неизбежно вызывает у родителей и школьников очень много вопросов и отнимает очень много времени. Я бы рекомендовала создать именно памятку для родителей с ответами на наиболее важные для них вопросы. Как будет организовано обучение, в какие часы будет проходить, где искать домашние задания, когда и как проходят консультации, где и каким образом можно будет увидеть результаты обучения детей. Именно для родителей, не для детей. И по возможности помочь родителям зарегистрироваться в этих платформах, в этих средах, чтобы они могли самостоятельно отслеживать процесс обучения своих детей. Потому что родители, действительно, многие не умеют этого делать. Я еще раз напомню, что мы говорим о детях с особыми потребностями, а у таких детей часто бывают и родители с особыми потребностями. Поэтому им действительно нужна реальная помощь педагога, куратора, кто их будет вести. Анжелика, я должна немножко вмешаться. Как раз на эту тему был вопрос. В самом начале задан, я удержала до самого конца, о том, что, да, что делать, если не только дети с особыми потребностями, но и родители. На самом деле, да, нужно обязательно на это внимание обращать, что происходит в семье. Потому что я тут немножко хочу все-таки уточнить, что очень много ответственных родителей, которые занимаются своими детьми, и тут ни в коем случае, чтобы никто не подумал, что какое-то обобщение идет. Такого точно нет. И еще, да, хотела бы сказать, что очень много сейчас мы услышали хороших советов по поводу мотивации детей, но, опять же, мы должны не забывать, что мы имеем дело не с простыми детками, которые могут иногда себя сами мотивировать, которые могут быть самостоятельными. Я здесь, пожалуй, вернусь в самое начало, к докладу Ани, мамы, о том, что прежде чем пытаться как-то давать эти все задания и думать о том, как же дети будут себя мотивировать, нужно очень хорошо отдавать себе отчет о том, на что этот ребенок вообще способен. То есть, насколько он самостоятельный, насколько он может вообще себя, в принципе, мотивировать. Потому что случаи бывают разные, случаи бывают сложные. Вот. Так. Я... Я... Буквально. Да, да. Хорошо, да, потому что у нас вопросы, и нам... Сейчас я тогда немножко закончу, меня совсем чуть-чуть осталось. Так, ну и последний такой пунктик, в принципе, когда нет интернета. Иногда и родители сообщают, и дети, я не знаю, бывает ли это всегда правда, или это на самом деле так, но нет интернета в доме, да? И тогда, конечно, когда мы сталкиваемся с такой ситуацией, то достаточно это серьезная проблема, и решать ее в удаленном режиме приходится с помощью каких-то тогда уже физических носителей информации. Ну, возможно, организовать работу с помощью обычного учебника, какие-то распечатанные материалы, задачники, таблицы, все что угодно. Рабочие листы, знаю, что учителя выдают, делают. Но необходимо помнить о том, что перед каждым уроком ребенок должен получить четкую инструкцию по работе с этими носителями информации. И сразу же оговорюсь, что и родитель должен получить четкую инструкцию, потому что дети эти часто не могут выполнять уроки самостоятельно. И очень важно предусмотреть и отработать четкую систему доставки материалов от учителя до ученика и обратно. То есть, если дети делают, то учитель должен это каким-то образом получать, потому что обращались опять-таки ко мне родители, которые говорили, у нас уже накоплена целая большая папка именно, скажем так, материалов, которые они пишут, которые они делают, не в электронном виде. А учитель это не знает, как получить, и они не знают, как это учителю передать. Поэтому я на это тоже обращаю внимание, что важно эту доставку тогда организовать, если с интернетом проблема. Но опять-таки это зависит от фантазии учителя, от степени ограничений в общении с учениками и, соответственно, их родителей. Ну и, конечно, тоже в заключении хочу сказать, что, в общем-то, мы должны создать для детей такую образовательную среду, чтобы им было интересно, комфортно, полезно жить, развиваться, расти. И последний слайд, я просто покажу вам, что на сайте новое, в разделе Дистант ИП есть информация для родителей, для учеников. Здесь у меня приведено только две ссылочки и два вида рекомендаций, но на самом деле, если зайти в раздел Блог, Блоги, то мы увидим с вами, что там очень много есть различной полезной информации, которую тоже можно использовать в помощь. Спасибо большое за внимание. Есть вопросы, я поняла, да? Да, у нас здесь вопрос про садик, который я продержала до конца, потому что, значит, собственно, вопрос заключается в том, как организовать деятельность учебно-воспитательную в детском саду, там тоже есть дети с особыми потребностями. На самом деле, насколько я понимаю, там должны быть тоже специалисты, и в некоторых садиках есть прямо группы, для маленьких группы, для деток, которым поддержка нужна. Вы знаете, в садиках есть спецпедагоги, в садиках есть логопеды, но в садиках нет психологов. Поэтому родители часто обращаются и работники детских учреждений, именно детсадиковских, они тоже обращаются и к нам в Центр Рай-Леди за определенной поддержкой, за каким-то советом, рекомендацией, потому что те специалисты, какие есть в садиках, они, конечно же, свою работу выполняют, и дети ее получают. И родители. Да, я думаю, что, Антонина, вам стоит связаться напрямую с Рай-Леди по этим вопросам, если нет каких-то педагогов нужных, тогда и там нужно как-то этот вопрос решить. Так, следующий вопрос. Ну, если и навалится сам, потому что Рай-Леди педагогами не обеспечивает садики, а городское самоуправление этим занимается. Да, вы хотя бы сможете какой-то совет по этому дать. Так, теперь это уже не к вам вопрос, что подразумевается под домашним заданием. домашний онлайн-урок, задание на урок без прямого эфира или это реальное домашнее задание помимо основного урока. На самом деле, это может быть все, что угодно сейчас на усмотрение школы, потому что мы не различаем сейчас отдельно там домашнее задание, не домашнее задание. как бы если это материал, который выдан для выполнения самостоятельно, он может быть, подразумеваться как вот этот самостоятельный урок по конспекту или по заданию учителя, а тренировочный материал он точно так же может быть и как самостоятельный урок, и как домашнее задание. Сейчас такого разделения прямо нету, потому что у меня, например, у ребенка за все 5-6 недель было всего 3 онлайн-урока. Это же не значит, что он все время делал только домашнее задание. Вот, поэтому, да, мы немножко не разделяем такие вещи. Так, не понимаю вопрос от Марины Доновой. Приведите, пожалуйста, пример доставки материалов. Я не понимаю, что это значит, к сожалению. Я думаю, если можно прокомментировать, что это, наверное, в связи с тем, что говорила Анжелика, да, доставка материалов это может быть, когда действительно семья сообщает о том, что нет интернета, и тогда уже выходят напрямую с семьей и просто договариваются о том, каким образом по посту, например, в почтовый автомат бумажная копия учебных материалов будет семье доставлена. Вот это пример доставки материалов, как я это понимаю, да. Ну, или это может быть использовано, скажем, любой конверт, или это даже любой человек, но люди все равно выходят на улицу, и где-то какая-то передача, она может состояться, документов. Может быть, это будет какой-то ящик в школе, скажем, куда родитель может прийти, положить, и потом прийти туда, учить или забрать, как вариант. То есть это, опять-таки, школа, и учитель может придумать. Да, конечно. Так, хорошо. Здесь вопрос скорее к школам и к Ане, как маме. Что вы считаете по поводу использования разных платформ для детей с особыми потребностями, что лучше использовать разные, чтобы им было интереснее, или использовать только одну-две выбранные платформы для всех педагогов? Аня? Одна-две. Одна-две, да, ты бы предпочитала, да? Да, потому что освоение любой программы будет, займет время. Вот опять же мой пример с уроком по информатике, да, и картинка в Paint у нас было обучающее видео от учителя. Видео длилось 8 минут, мы возвращались к видео неоднократно, да, то есть ребенок не может просто так взять, открыть среду и начать с ней знакомиться, да. Нужно, во-первых, чтобы ребенку поэтапно рассказали, как в этой среде работать, то есть давайте будем объективно смотреть, сколько у ребенка времени займет то, чтобы он вообще разобрался, что такое эта среда, чтобы он мог самостоятельно к ней привыкнуть, поэтому одна, две, не больше, и желательно, чтобы сейчас вообще в условиях дистанционного обучения мы вдруг начали осваивать какую-то среду, если их будет несколько, это, честно говоря, ничего кроме нервозности и никакого, так скажем, вау, и как замечательно, у нас это скорее вызовет обратное, ну давай мы будем сидеть и терпеливо разбираться. Одна, две, это вообще потолок на максимум. Причем, скорее всего, будете разбираться с платформой вместо того, чтобы заниматься уроками, абсолютно. Абсолютно. У нас, так скажем, до 15 мая мы просто будем разбираться с платформами, я скажу это так, как есть. Так, окей, Вера, вы что-то хотели сказать? Я видела, что микрофон включался. Так, подождите, сейчас мы вас не слышим. Так, договорим. Так слышите, да? Да. Я тоже задалась этим вопросом, и тоже задала этот вопрос с нашим специалистом, как они считают, и мешает это или не мешает. Я думаю, что, может быть, если есть, это использовалось и в обычной жизни, в обычной жизни, в традиционном обучении, то это не так пугает. А первая мысль, которая у меня возникла, как мы все с вами понимаем, что это такое. Я боюсь, что здесь с терминологией мы сейчас можем вписаться, каждый поймет, что такое среда, для кого что, что это. Среда, как зум, где надо разбираться, или это ютуб, где просто есть ссылка, и ты нажал. Я, поэтому, очень как-то так, сейчас, в замешательстве, как ответить на этот вопрос. Если дается четкая ссылка, на нее только нажал, и больше ничего, то, наверное, это не страшно. Если же это какие-то разные, действительно глубоко, где надо ковыряться, тогда это исключено. Это невозможно. Я думаю, и учителя согласятся. Каждая новая среда, и у взрослого человека, который не такой инфотехнолог, берет время для того, чтобы в этом вообще что-то понять. Ну, абсолютно точно, потому что, на самом деле, если мы уйдем от тематики ХЕФ, советовали, даже в самом начале дистанта, что не нужно сразу резко там 125 новых каких-то платформ приводить даже для детей, которым никакая поддержка не нужна, они самостоятельные, потому что уйдет на это весь этот задор и пыр был вместо учебы как раз с этими разборками. Так, я должна сейчас всех поблагодарить. Да, у нас пошло времени больше, чем мы рассчитывали, но я надеюсь, что участники вынесут из этих докладов для себя много полезного. Еще раз, да, хотела бы напомнить, что мы разговаривали по тематике ХЕФ, то есть нам все, что сказано, нужно смотреть именно через призму ХЕФ. Что-то применяется к особым детям, что-то неприменимо из того, что мы слышали, но все-таки, да, мы понимаем, да, что эта тема тяжелая, что не всегда возможно сделать все то же самое, что в обычном классе, но если мы не будем пытаться, то у нас ничего не получится. Вот, спасибо всем огромное, Вера, Наталья, Аня, Анжелика, спасибо за то, что нашли время и спасибо всем участникам. Запись будет доступна на YouTube ХИЦа. До свидания. Спасибо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»